Юристы считают уголовные преследования должностных лиц КГБ безосновательными, Трипак. Анализ действий правоохранительных органов в отношении киевской власти свидетельствует о безосновательности уголовных преследований должностных лиц в большинстве случаев, а также вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности о политичности и законности давления на подчиненных мэра Киева, лидера удара Виталия Кличко. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на заявление заместителя генпрокурора в 2019-2020 годах Виктора Трипака. Такие выводы Сделали юристы компании ADRM Lex по результатам анализа публично открытой информации об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц КГБ, которым предъявлены подозрения. С коллегами из юридической компании ADRM Lex продолжаем анализировать летний осенний всплеск гиперактивности правоохранительных органов в отношении столичной власти. И, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть тем больше обоснованных сомнений в... Озвучено Яндекс.Спичкит. Беспристрастности о политичности и законности деятельности органов правопорядка, отмечает Трипак. По его словам, из 25 подозрений, предъявленных в течение августа-сентября, в 11 случаях меры пресечения не избирались вообще, а в трех случаях суд отказал в мере пресечения. Лишь в одном случае судом был применен ночной домашний арест, а в остальных случаях суд ограничился избранием личного обязательства, наименее строгой меры пресечения. И это при том, что... Озвучено Яндекс.Спичкит. Правоохранительные органы сообщали о якобы злоупотреблениях на сотни миллионов и даже миллиарды гривен, подчеркивает Трипак. Отказ в применении меры пресечения означает безосновательность ходатайства следователя прокурора о применении. Меры пресечения и может указывать вообще на безосновательность уголовного преследования определенного лица, которого следствие наделило статусом подозреваемого, заявляет Виктор Трипак. Он считает, что такие... Судебные дела не имеют никакой судебной перспективы. Похоже, руководителей правоохранительных органов, задействованных на поход против Киева, это не очень беспокоит. Очевидно, для них сейчас главным является процесс, который чем дальше. Тем больше конкретными фактами подтверждает свою предвзятость и политическую мотивированность, резюмирует экс-заместитель генпрокурора. Ранее юристы АДР и МЛЭКС проводили юридический аудит уголовных. Производств в отношении представителей исполнительной власти и коммунальных предприятий Киева. И пришли к выводу, что действия правоохранительных органов по отношению к власти Киева более напоминают демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия, и имеют все признаки целенаправленной акции, координируемой сверху. Как сообщалось против киевской городской власти, процессуальные производства открываются в десяти раз чаще, чем в других регионах. Озвучено Яндекс Спич Кит.